Вот у нас включается вот этот газ, котел, это электрокотел. А здесь вот отопление, пол отапливается, вот это в дом идет, насос, котельная, все, это электрокотел. Пять лет Аркадий Кацин ждет, что по этим трубам пойдет тепло, но уже почти уверен, что так и не удастся отпраздновать новоселье. Дом на земле со всеми преимуществами городской квартиры, отоплением и удобствами пока служит как дача. Отопления нет, а значит жить здесь можно только с мая по сентябрь. То есть нам что сейчас, вот соединить вот одну муфточку и газ будет, можно жить. А без газа, вот воду не включишь, если отопления нет, значит вода же пустишь, она разморозится. Значит, а раз воды нет, отопления нет, то мы просто ездим каждый день, расход. Это где-то я только на бензин больше 6 тысяч каждый месяц расходую. Оставишь так, еще разворуют же, растащат. Вместе с Аркадием Кацином в селе Приветное газового отопления ждут хозяева еще 600 домовладений, причем 200 из них уже вложили по 150 тысяч рублей на газификацию. В 2014 году администрация представила жителям подрядчика в лице Виталия Дружинина, пообещав, что он в течение года организует газификацию в Приветном и микрорайоне входной. На призыв откликнулись все жители двух поселков, собрали деньги. Подрядчик свою работу выполнил, проложил газопровод, в каждом доме установил котлы и все необходимые коммуникации. Но голубого топлива сельчане так и не дождались. Мы, все жители, понимаем, что, скорее всего, вся наша полностью проблема не доходит до нашего губернатора. Вот на сегодняшний день мы хотим к нему обратиться, чтобы он полностью ознакомился с нашей бедой, понял нашу проблему, потому что если в ближайшее время эта труба не будет выкуплена на торгах, нам еще пять лет быть здесь без газа. Люди устали, люди просто устали топить печки, дрова, у всех дети, у всех работы. У нас очень много пожаровоспламененных уже домов было, которые перетерпели и пожары, и все. За пять лет компания «Дружинина» потерпела банкротство. Сам бизнесмен сейчас находится в одной из городских лечебниц, где проходит реабилитацию. Тем временем труба, по которой газ должен поступать в населенные пункты, уже однажды чуть не ушла с торгов. Как рассказывают местные жители, год назад объект отстаивали всем селом. В прошлом году, у нас с апреля месяца, мы узнали, что газопровод, который за нами построен, начались проблемы, что продали трубу вот эту вот. Не знаю, каким уж образом, но когда мы узнали, мы все приехали, все жители приехали здесь, отстаивали эту трубу, вызывали милицию, вплоть до того, что там чуть ли не грудью стояли против этих экскаваторов, тракторов и людей, которые приезжали, нам угрожали. Почти год ушел, нахождение по судебным инстанциям отстоять трубу удалось, но разрешение на подключение газа так и не получили. Обращение к ответственным лицам жители отправляют регулярно. На каждое получают ответ, где чиновники обязуются рассмотреть, обсудить, принять решение. Тем временем газопровод, в который построили, чтобы обеспечить теплом два населенных пункта, превращается в свалку. Представители администрации Омского района уверяют, что также озадачены этой проблемой. Вот только как ее решить, к сожалению, не знают. Нет никаких тут каких-то странностей. Это у нас раньше, у нас это практиковалось, сначала делали, потом вводили в эксплуатацию. А здесь получилась правовая коллизия, которая, собственно, наложила вот такую проблему не только на Омский район, а и на город, вы знаете, да? Вот. И еще раз говорю, мы всеми силами и администрации Омского района, и Минстрой, мы прилагаем все усилия для того, чтобы решить этот вопрос. Он не такой простой. И он не может быть простым, потому что люди заплатили деньги и не видят газ. Вот что очень страшно. И вот она вроде труба у них есть, а разрешения на то, чтобы запустить газ, этого нет. Чтобы получить ответ на вопрос, когда в приветном и входном дадут газ, жители двух поселков устроили пикет у здания правительства Омской области. Представитель департамента пояснил, что подрядчик проложил газопровод через землю, находящуюся в муниципальной и частной собственности, под железной дорогой, не оформив разрешающих документов. Сегодня, спустя почти пять лет, когда СИП «Газстрой» почти обанкротился, получить разрешение на подключение газа практически невозможно. Но Минстрой обещает решить вопрос до конца ноября. Разрешительные документы делает Минстрой. Подготовлены СИП «Газстрой» деталью те документы, которые к нам поступили. Сейчас они дорабатываются с СИП «Газстрой» деталью. И найден инвестор, который будет в дальнейшем заниматься делами. Имя инвестора Минстрой пока держит в тайне, но уверяет, что уже в этом году дело точно будет доведено до конца. Все, что остается жителям, ждать и надеяться. На что, они и сами не знают. Обычно гарантией служит чек об оплате товара или услуги. Но в этом случае и то, что каждый домовладелец вложил значительную сумму денег, как оказалось, не имеет значения. Поэтому надеяться остается только на чудо.